С минуты на минуту в Алматы прибудет самолет из Эль-Кувейта, на борту которого находится священный огонь Азиады. После небольшого пресс-брифинга огонь прибудет на международный комплекс лыжных трамплинов. После чего и начнет свое шествие по улицам нашего города. Долгожданный огонь ждать на самом деле пришлось недолго. Приземлившись в 11.30 специальный самолет МЧС подкатил к красной дорожке и глава казахстанской делегации, министр туризма и спорта Тимирхан Дусмухамбетов ступил на казахстанскую землю с огнем Азиады в руках. А в 14.00 огонь был уже на международном комплексе лыжных трамплинов. Здесь Аким Алматы Ахмеджан Есимов фактически дал старт седьмым зимним азиатским играм. И хотя до самих соревнований чуть более двух недель, праздник Азиады начался уже сегодня. Уважаемые алматинцы и гости нашего города, сегодня большое событие в нашем городе. Сегодня, можно сказать, начинается уже в какой-то мере официальная часть Азиады. Азиады, к которым мы долго готовились, строили, реконструили свои объекты, проводили тестовые соревнования. И сегодня, можно сказать, что наш город к проведению Азиады, как и город Астана, готова. Глава города зажег факел от материнского огня и передал его своему заместителю, Тереку Сейдуманову, ставшему первым факеломостцем Азиады. Эстафету перехватил выдающийся летающий лыжник, хозяин трамплинов Андрей Вервейкин. Каждый из участников пробежал дистанцию в 200-250 метров. Вообще же, общая протяженность алматинского этапа составила 11 километров 700 метров. Маршрут эстафеты огня включил в себя два так называемых креативных участка. Один из них – отрезок от улицы Масанчи до Сейфулина по проспекту Абая. Здесь участник под номером 47 пронес огонь азиатских игр верхом на коне, символизируя свободный дух казахстанцев. Счастливчиком стал победитель народных игр Елдос Тлебалдиев. Я целый месяц готовился к этому событию. Чистил и мыл своего коня. И сейчас я счастлив, что мне предоставлена такая честь – пронести огонь Азиады по улицам родного города. Всего же по главным улицам города факел пронесли 80 человек. Среди них – деятели культуры, спортсмены и их наставники, представители государственных органов и НПО, учащиеся и просто достойные горожане. Финальным факелоносом алматинского этапа эстафеты стала экс-легкаатлетка, чемпионка Олимпийских игр Ольга Шишигина. Именно она вместе с Сериком Сейдумановым зажгли мобильную чашу огня Азиады. Эмоции, ощущения, вы знаете, как будто ты только что пробежал свою дистанцию. Ты вот финишировал, и тебе аплодируют, радуются все за тебя. То есть такое же чувство, такое же ощущение. А что-то больше всего запуталось в этой эстафете? Конечно, это как тебя встречают наши жители на нашей дороге. Вы не замерзли? Нет. Костюмы довольно-таки теплые. Следующим городом, который примет эстафету, станет Тарас. Далее – еще 14 городов Казахстана. Финиширует факельное шествие 30 января в столице нашей республики, где на футбольном стадионе «Астана-Арена» состоится церемония открытия седьмых зимних азиатских игр 2011 года.